Всем здравствуйте! Всем солнечного вот такого ясного дня! У нас стоит хорошая погода на Южном Урале. 30-31 градус днём доходит. Маленькая облачность, небо чистое. И сегодня хотела бы рассказать вот про такое растение. Эта лекарственная травка называется кровохлёбка. Эта травка занесена в Красную книгу в некоторых частях нашей России. Например, в Вологодской, Ивановской, Костромской области она занесена. И в Красную книгу Латвии и Украины. В России она растёт в лесной и лесостепной зоне. Широко распространена в Сибири, на Дальнем Востоке, в Европейской части и в горах Кавказа. Также эта травка наблюдается в горах Теньшаня, по всей Европе, в Северной Америке и у нас на Южном Урале. Стебель длинный, в верхней части он ветвистый. Такие вот листочки у него, похоже на зазубренные, как пила, краешки. Ствол около метра высотой. Вот он мне по пояс. Прямо стоячий, голый. И вверху вот такие вот соцветия. Ветвятся соцветия. Цветом тёмно-красные. Собраны вот в овальные такие горошки длиной до трёх сантиметров. И если близко посмотреть, это мелкие-мелкие цветы собраны. Так вот более-менее сейчас видно. Цветёт кровохлёбка с июня по август. Собирают цветочки, они полезные. Обычно заваривают чай. И корни собирают у кровохлёбки в осеннее время. Когда цветают растения, появляются плоды. Такие маленькие в виде семечек. Корни мы использовали, как заваривали, как и пили, как настойку при кишечных отравлениях. Это всё детство своё. Мы пропили вот эту кровохлёбку без всяких таблеток. Кровохлёбку используют при эрозии шейки матки, сильных маточных кровотечениях, кальпитах, фибриомах матки. Эта трава способна останавливать маточные кровотечения. Также используют при кровохарканье, поражении дёсен, туберкулёзе и вообще кровотечениях различного вида. Из корней готовят отвары, которые обладают антисептическим действием в отношении кишечной палочки. Также эти отвары нормализуют функции кишечника, оказывают вяжущее действие, снимают воспаление. Поэтому применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе у грудных детей. То есть помогают при метеоризме, дисбактериозе, пищевых отравлениях, хронических антраколитах, язвах желудка и 12-перстной кишки и многих-многих заболеваний. У грудничков препаратами кровохлёбки лечат ушные болезни и конъюнктивист. Также я использую наружную эту травку. Я делаю примочки из отвара. Примочки помогают при ожогах, ссадинах, ушибах, труднозаживающих таких ранах. Ещё помогают при сыпи, при пролежних, при дерматитах, псориазе. Это лекарственная травка, она продаётся также в аптеках. Если собираете сами, собирайте, пожалуйста, вдали от дорог. Сушить в тени, в проветриваемом помещении. Хранить в банках, либо в тканевых мешках, либо где вам удобно. В железных банках можно. Хранение один год. Не болейте, подписывайтесь на канал. Всем до встречи!